СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ Его роль в семье, его ответственность, потому что вопросов, которые возникает очень много, причем иногда по поводу ответственности мужчины в чисто женских темах. Например, которые обсуждают очень активно тему аборта, вроде как это чисто там, кто-то считает, что чисто там женская тема, но роль и ответственность мужчины в этой теме, ну с моей точки зрения огромные, можно было бы об этих вещах говорить и обсуждать эти темы. Как вы думаете? Что с ролью мужчины? С ролью мужчины. С современного мужчины в семье происходит. Для начала застрим опасности. Того, что происходит в современном постмодернистском обществе, когда совершенно меняются ценности многовековые, и на первый план выходит некая матроанализация общества. То есть, мы видим на всех уровнях и в общественных отношениях, и в торговле, и в средствах массовой информации преподносится и воспитывается таким образом мысль о первенстве женщины, первой роли женщины в обществе. Мы ни в коем случае не отрицаем, конечно же, достоинства женщины, но если человек будет противоречить замыслу Господа Создателя, если человек будет противоречить его доброму указанию, каким же образом строить отношения, то человек в конечном итоге попадет куда? В недовольство Господа своего, то есть в ад. Вот. Человек приведет общество к чему? К упадку и разрухе. Исторические примеры всех цивилизаций этому пример. Но почему приведет? Разве уже не приводит? Мы еще боремся, чтобы не приводит. Мы с вами боремся, чтобы вот этот упадок задержать. Всевышний сказал в Священном Писании в Коране, что означает положение мужчины над положением женщины, потому что он из своих средств расходует на нее, защищает ее и беспокоится о ней. Таким образом, вот в семье установлено этим аятом Священного Писания, установлено взаимоотношение, кто чем занимается. Послан Николая сказал, Каждый из вас пастух, и каждый из вас отвечает за то, что ему поручено Господом, за свою пастуру. И султан отвечает за государство, мужчина отвечает за всю семью. Женщина же в этом предании от пророка отвечает за воспитание детей и имущество в доме мужа. Опять четко все разумеется. Не в общем доме, а в доме мужа. В доме мужа, конечно же. Таким образом, мужчина поставлен самым ответственным, которого должны общество, семье, слушаться все. Тогда будет порядок. Когда будет два-три командующих, муж, жена, теща, будет же бардак. Мы это кучу примеров знаем. Ну да. Как правило, если есть соперничество по поводу того, кто главный, то там мира не бывает. Как мы с вами на улице обсуждали, нет мира при соперничестве, при таком нездоровом соперничестве. И в любой сфере деятельности нашего общества и нашего государства. И когда мы обратим внимание на эту беду, матернализацию, мы будем с вами уже понимать, что надо делать. Мы с вами должны мужчинам напомнить, что они мужчины. Как сказал имам Шамиль, вводит Милсиф к нему Всевышний, он сказал, женщины будут настоящими женщинами при настоящих мужчинах. Вот эта мысль очень хорошая. Отец Василий. Да, отец Василий. Не согласны, что роль мужчины, ну вот как-то она стирается. Конечно, в современном мире происходит определенный кризис, который многие определяют как и кризис без отцовства. Он касается как семьи, так и влияния семейных отношений как составляющей части общества и на общество всего нашего государства. Но здесь всё-таки я хотел бы изначально немножечко разделить два понятия, потому что значение и деятельность женщины внутри семьи и значение, и деятельность женщины в общественных, в обществе. За пределами очага. За пределами очага. Они всё-таки немножечко разные. Ведь мы знаем немало женщин, деятельность которых приносила и сейчас, несомненно, приносит большую пользу обществу на общественных, на государственных постах. И, без сомнения, их деятельность не менее важна, чем деятельность мужчин в обществе. Но мы говорим о семье сегодня всё-таки. Да, но раз мы сегодня всё-таки преимущественно говорим о семье, то здесь мы, конечно же, должны руководствоваться тем, что и Священное Писание, и традиция Церкви, и всё, и весь православный уклад свидетельствует о том, что в семье существует чётко установленная, грубо говоря, иерархия, где мужчина выступает в качестве главы семьи, а женщины в качестве того, кто обеспечивает полноту этой семьи. Можно так выразиться. В Священном Писании не так много мест, чтобы охарактеризовать отношения внутри семьи, но есть одно очень важное в послании апостола Павла к Эфессиным, которое читается на таинстве венчания, как пример для двух людей, которые соединяют свои судьбы. И в этом отрывке из послания апостол Павел сравнивает семью с отношениями Христа и Церкви. Мужа он сравнивает с Христом, а жену с Церковью. Соответственно, Христос есть глава Церкви, так же, как и муж есть глава семьи, глава своей жены. И завершается это послание, этот отрывок очень известными словами, которые многие знают. Апостол Павел говорит, «Пусть каждый любит свою жену так, как самого себя, а жена добоится своего мужа». Этот отрывок, он не всегда очень правильно понимается. Как часто отрывается от контекста. Абсолютно верно. Многие, когда слышат этот отрывок, говорят о том, что Церковь говорит о каких-то деспотических абсолютно… Демостройство вспоминается, да? Да, абсолютно о каких-то таких неравноправных отношениях между мужчиной и женщиной. Однако это совершенно не так. С одной стороны, безусловно, утверждается глава, главенство мужа в семье. Но этот же отрывок и накладывает огромную ответственность на мужчину. Как говорил Антоний Сурочский, если мужчина в своих отношениях к жене будет подобен Христу в отношении с Церковью, то тогда боязнь жены будет не боязнью в качестве трусливости или испуга, а боязнью в качестве нежелания огорчить, боязни потерять такого мужа. И поэтому, когда некоторые люди, пользуясь этим отрывком, даже некоторые православные говорят, а почему вот меня вот жена не слушается, почему я не чувствую себя такой главой, я всегда задаю ему вопрос, давай тогда посмотри на себя, достоин ли ты, чтобы вот эти слова о том, что ты глава семьи, как Христос, глава церкви, относятся ли они к тебе, достоин ли ты этого. И вот в этом смысле, конечно, можно найти параллель с высказыванием Ислам Хаджи о том, что женщина становится женщиной при настоящем мужчине. Вот я тоже хотел сказать, что вы в этом пришли к единому мнению. Но, смотрите, вот эта мысль, она, может быть, ее в таком виде и надо запомнить, как сказано было имамом Шамилем, да, настоящая женщина. Как еще раз? Настоящая женщина будет при настоящем мужчине. Вот. И вот именно с точки зрения этого высказания, при настоящем мужчине, да, при настоящем мужчине, настоящая женщина, тогда в данном случае мы разве не видим в нашем обществе, вот когда мы говорим о кризисе или о, значит, ситуации, когда мы вынуждены бороться, там, посмотро... Короче, смотроанализации, да, значит, в обществе. Разве мы не должны подумать, что во многих случаях мужчина причина тому, что происходит? Например, я знаю достаточно много мужчин, которые не хотят себя вести, как настоящие мужчины, да? Им удобно, что женщина там бьется и зарабатывает. Подкаблучники, подкаблучники, что ли? Он и не подкаблучник, но в то же время он очень часто ведет себя безответственно. И в этом случае... Посланник Аллаха Мухаммад, мир ему сказал, они даже запах рая не почувствуются. О как! При таком поведении мужском... То есть они даже запах рая... Даже близко не окажутся. Давайте слегка опять пройдемся по арабскому языку. Мужчина по-арабски... Родюль. Еще раз? Родюль. Родюль. Это же значение имеется как столпы, основы, ноги. То есть то, на чем стоит все. Мужчина – это основа. Когда мужчины об этом забывают, основы нет, он уже не родюль. Он между... Он еще не женщина, но уже не мужчина. Женщины, которые забывают это, они также не хотят оставаться женщиной, но они не получаются как мужчины. И вот это состояние между-между непроизводительно в плане пользы для общества, непроизводительно, а значит вредно. То есть это не плюс, не минус. Не плюс, не минус. Вообще никчемное это. Непонятно что. Никчемное. И посланник Аллаху алейсалям также сказал, не будет счастливо, то есть не достигнет счастья, то общество, где правит женщина. Отец Василий, так же категорично православная традиция? Позвольте, я не буду продолжать эту тему, потому что православная традиция не столь категорично, а насчет общества. Ну, в семью, да, мы все в семью стремимся сегодня. Опять же, не буду продолжать тему общества, дай бог это вот к следующей, в следующий раз мы тоже хорошо... Ну, мы про семью, то есть женщина не может быть, посмотрите, женщина не может быть в семье мужчины. Тут я хотя бы... У каждого своя роль. У каждого своя роль, да? Я хотел бы, может быть, продолжить эту тему вопросом, а что привело к такому положению, что привело к такому кризису семьи, к такому смене, к таких приоритетам. Дошли до обстоятельств, собственно, которые диктуют свои условия. Да, в управлении семьей. А вот посмотрите, если мы посмотрим сейчас на современное общество, то увидим, что именно оно повлияло на семью. Именно смена наших приоритетов с уходом веры из нашей жизни, с стремлением к всё большей материальной обеспечению нашей жизни, когда главной ценностью в обществе стало во многом навязанные ценности, такие как работа, карьера, зарплата, да? То есть вот именно они, вот если мы говорим о, допустим, мужчине, да, как главе семьи, то почему-то очень часто именно эти ценности, ценности, которые находятся вне семьи, становятся неким мерилом успешности мужчины, в том числе и как отца. И вот это приводит к тому, что и многие женщины начинают воспринимать мужчину исключительно как добытчика, да, правильно, как добытчика. Как субъекта, который принесёт в дом, положит, скажет, вот, я всё, свою мужскую волю выполню. И как её собственный кошелёк. Ну, в общем, да, как тумбочку. Где деньги взял в тумбочку? Да, да, да. Но роль, и таким образом, роль мужчины как воспитателя, роль мужчины как того, кто определяет жизнь семьи, она даже в том числе, и как получилось, и самими женщинами не воспринимается. Женщина считает, что мужчина принёс домой еду, принёс домой средства для существования, а всё воспитание семейное, оно лежит на женщине. И к чему это приводит? Это приводит к тому, что такая позиция уже из детей, которые воспитаны в этой семье, да, рождает мужчин, которые тоже считают, что их единственная обязанность семейная – это обеспечить семейное материальное благополучие. Вы знаете, дядя Васильевна, мы сталкиваемся в жизни уже с тем, что мужчины начинают себя даже и добытчиком не чувствовать. То есть я знаю массу мужчин, которые уже и роль добытчика отдали, значит, женщинам. Альфонси, да? Да. А что вы хотите в этой ситуации? Как бы я здесь, значит, прошу обратить внимание, буду защитником женщин в этой, так сказать, ситуации. Значит, я хочу обратить внимание на то, что что остаётся женщине, например, у которого там двое, трое, четверо детей, у которого муж уже… Мало того, что он, собственно говоря, сам отрёкся от своих попыток воспитать своих детей, да, он пришёл, включил телевизор, сел, значит, там, лёг на диван, значит, дома, и куска хлеба нету. И что остаётся женщине в этой ситуации, кроме как думать о том, где добыть этот хлеб, да? Понимаете? И в этой ситуации, смотрите, отсюда много вопросов возникает. То есть как только женщина начинает натягивать на себя роль мужчины во многих ситуациях, она ведь и вести себя начинает, как мужчина. Вот мы сейчас говорим, что вот, там, женщины курят, там, и так далее, и так далее. Не результат ли это в том числе? Позвольте я отвечу. Дело в том, что вы приводите в пример уже некую крайнюю ситуацию, к которой приходит семья, но важно… Но она не такая уж и редкая. Да, я хочу вам сказать, что эта крайняя ситуация становится уже… Это трагедия, да. Ну вот здесь важно понять, что сделать женщине, чтобы не допустить этой ситуации или как-то её исправить. Как надо вести женщине? Неправильное направление мыслей, отец Василий. Сейчас дайте я… Что делать женщине? Дайте я… Уже хорошо. Минутку, минутку, отец Василий. Дайте я попробую договорить, потому что женщине самой не надо брать на себя роль мужчины. Вот это очень важно понять. И в православии, и многие психологи говорят, что огромное количество проблем возникает тогда, когда женщина один раз сделала что-то, что должен сделать мужчина, и она ей привычна, ей так легче, она всё больше и больше на себя набирает ответственности. Вначале легко, но потом становится всё тяжелее и тяжелее. Сложно и женщине, стрессы у женщины, и расслабляет, и доводит до состояния вот такой духовной расслабленности и мужчины. И поэтому женщинам надо своим поведением и своей позицией показывать мужчине, что он главный, что это он тот, кто достоин её восхищения, тот, кто достоин того, что она на него будет опираться. Потому что для нас, для мужчин, очень важно, чтобы мы чувствовали, что наша забота о женщине, наша забота о семье находит отклик, что кто-то на нас опирается. И тогда мы чувствуем уверенность и начинаем исправляться. Нисколько, как бы, не возражаю, да, но... Ну, я, естественно, возражаю. Вы возражаете в части, ну, не в той части, что женщина должна показывать, как бы, и пытаться или... По другим углам посмотрим, да, давайте. Поскольку мы представители конфессии, религиозной системы мировоззрения, здесь же и религиозная система воспитания, когда ребёнок будет воспитываться на примере праведных предков, на установлениях Божьих законов, то этот ребёнок изначально... Конечно же, тут опять без роли именно отца, а не то, что мама будет говорить, ты должен быть такой. Нам много говорят, мы мало слушаем. Только пример, личный пример отца. Таким образом, ребёнок будет расти именно мужчиной, который не боится взять на себя ответственность сам. Ни в приказном порядке, ни методом пиления, подзуживания, хитрых интриг. Нет, он сам взял, он сам мужчина. У него самого работает разум. Взял на себя ответственность за семью, зная, что иначе он так и останется неполноценным мужчиной. У нас же говорят в исламе, что человек, который женится, он вторую половину, вторую часть имана, им веру и себе получает. Начинает видеть, что он должен в семье делать. По примеру, и образцу нашего пророка Мухаммада, в мере ему и благословения Всевышнего, который своим жёнам помогал и обеспечивал. И они, видя его старания, любая женщина видит старания мужчины, даже с маленьким результатом, простит, поймёт и будет смотреть на него, как на героя. Любая. И тут начнёт работать та часть, как бы, которой говорит отец Василий. Да. Когда женщина в восхищении будет говорить. Какой ты молодец. В одной из передач я говорил, что если женщина прибралась по дому, приготовила кушать и с улыбкой встретила мужа-добытчика, она получает награду, как будто мечеть построила. Почему? Потому что она ему дала некий импульс опять продолжать заниматься вот. Быть мужчиной. Быть мужчиной, выполнять свою роль. Да. Если мужчина сам не осознает вот эти вещи, не только добычи, это малая часть ответственности. За каждое действие жены вне дома мужчина отвечает. За каждое действие своих детей вне дома и внутри дома мужчина отвечает. Вот в первую очередь осознание. Осознание приходит вот именно, когда маленького мальчика воспитывает отец. И он никогда уже не бросит своих детей. Никогда не бросит. И девочку, наверное, тоже. Правильно? По девочкам к 8 марту будем рассказывать. А, понятно. Не будем забегать вперёд. Сейчас по мальчикам. Когда изначально идёт это воспитание, на религиозных условиях и личном примере отца, деда, там, допустим, бывает, что и отца нету, по каким-то причинам объективно возьмём сначала. Дед есть. Для многих деды наши же герои и для нас. Да. Как делал дедушка? Что он делал? Мы вспоминаем и последуем за ним, стараемся копировать его. Это привносим в отношения в своей семье, когда мягкая женщина, мужчина, как кинжал, будет сильный. Ну, смотрите, Санараджи, мы ведь сейчас... Что с вами? Вот опять вы будете говорить, что это крайний случай, но всё больше становится ситуацией, когда... Вся жизнь у нас крайний такие случаи. Когда мужчина... Вот вы говорите, что жениться — это вторая часть имана. Да. Но мы с вами видим сегодня безотносительно к религиям, кстати. У нас есть что такие, что такие, что в этих, что в этих религиях. Когда мужчина отказывается даже официально оформлять отношения со своей, например, девушкой, женщиной, женой, я бы сказал. Или уже матерью ребёнка. Да, и уже матерью своего ребёнка, своего уже ребёнка непосредственно. При этом находит ведь какие там оправдания. Там говорят, ну, ты как мать-одиночка больше пособия будешь получать. И в этой ситуации что остаётся женщиной? Ведь я сейчас введу вас, может быть, в тему, которую, может быть, и не надо вводить. В тему, например, этого же аборта. Очень многие женщины после этого, они начинают уже думать, как бы, а что делать с этим ребёнком, если он не берёт ответственность за этого ребёнка, за одного? Что делать со вторым, с третьим? Разве и в этом тоже не велика роль мужчины? То есть не ставят ли мужчины, отказываясь от своей роли традиционной, что в православии, что в исламе, не ставят ли они женщину в такую ситуацию, когда она вынуждена поступать не по-божески? Я прошу прощения. Вот ваши комментарии, комментарии наших гостей уже после небольшой рекламной паузы. Мы добрались до неё. Скоро продолжим. СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ Продолжается СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ. Ведущая Азиз Агаев. И Владимир Смитальев. Да, ещё раз давайте напомним, кто у нас в гостях. Отец Василий Песцов, настоятель храма Яна Предтечи города Кирова, первый проректор Вятского духовного училища. И Нур-Ислам Хаджи Касимов, имам села Коренослободского района Кировской области. Ещё раз вам здравствуйте. Салам алейкум. Алейкум. Здравствуйте. Мужчины, давайте посмотрим на себя со стороны. Я хочу сейчас произнести. Прозвучал вопрос. Да, вот отец Василий хочет как бы сразу. То ситуацию, которую вы описали, это подлинная трагедия. Понимаете, один грех, грех одного человека практически неизбежно влечёт как извращение его жизни, так и как следствие часто извращение жизни близких ему людей. Если мужчина не берёт на себя ответственность, не регистрирует брак, как вы привели только что пример, то неизбежно это ломает жизнь, ломает зачастую и всё. Уже не только женщине? Не только ему, потому что это уже как следствие его бесхарактерности, его немужественности, а и его любимой женщине, потому что она лишается опоры, она лишается твёрдости, уверенности. И веры? И в том числе веры, да, потому что он не показал этой самой веры. И как следствие ни в коем случае нельзя говорить о том, что аборт, если этот аборт происходит в семье, если этот аборт, ну он в любом случае происходит по вине двух людей, как минимум 50 на 50. Абсолютно, как минимум, если не больше мужчина виноват в том, что происходит. Я лично считаю, что мужчина практически на 100% виноват, что происходят такие вещи. Если мы говорим о мужчинах, то это мужчина виноват. Иначе он кто? Бычок производитель. Ну, как вы сказали, которые не почувствуют даже запаха рая, да, извините. И вот здесь я хотел бы поделиться одной интересной статистикой, я её увидел, я не знаю, кем она и где добыта, и насколько она правдива, но она мне кажется очень логичной. Дело в том, что по исследованиям в семьях, где верующими был только мужчина, а женщина была неверующей, дети вырастают верующими в 80% случаев. Что говорит о роли мужчины, собственно. Да, да, да. А где верующие, мы не будем говорить, где семьи, все верующие, а именно, а где верующим является только женщина, но неверующим является мужчина, дети вырастают верующими примерно в 7% случаев. Вот настолько... В 80,7. Да. Вот это колоссальная. Велика разница влияния именно нравственности. И не это ли свидетельствует о большой роли мужчины, так сказать, в семье? Да, нравственного влияния мужчины на общество, понимаете? Мужчина, как глава семьи, это прежде всего непререкаемый авторитет нравственности. Он, его задача ввести человека в мир, сформировать нравственность своих детей, научить их труду. И, например, даже там, и как следствие, научить его пользоваться какой-то техникой и так далее. Но это уже как прилагательное. Самое главное – это формирование нравственности ребенка. И что получается? Когда мы теряем отцов как носителей этой нравственности, как я уже сказал, мы теряем и детей, которые будут продолжать эту самую нравственность. И получается, что мы в этой ситуации вот эту безответственность плодим. Вот хотя Хаджи Нур-Ислам, значит, сказал о том, что он бык-производитель. Но давайте бык-производитель – это тот, кто производит нормальный приплод. А от такого безответственного, как бы, производителя… Получается, нравственные уроды. Нравственные, как правило, нравственные уроды. Знаете, что я хочу спросить? Мы живем в мире, который, образно выражаясь, можно назвать такой площадкой постоянной борьбы добра и зла. И все время нас испытывает вот это зло-то. Как оставаться, вот это мужское-то зерно в себе хранить? Вот как на тех двух ногах-то оставаться при таких испытаниях? Правильно Володя говорит. Потому что, смотрите, мы с вами очень часто видим про самые обычные ситуации. Вплоть до обычных, до самых политических, условно говоря. Вот на улице видим, что один другого обижает. Ни слова не скажем – пройдем мимо. Или еще видим, что происходят какие-то несправедливости. Никто не скажет – все пройдут мимо. А ведь это тоже свидетельство того, что ведь эти процессы в обществе происходят, потому что мужчины не считают себя мужчинами, на самом-то деле, настоящими. Простой рецепт дать. Очень простой. Очень простой, очень глобальный рецепт. Вернуть общество в деревню. О как! То есть разрушить города? Нет, зачем разрушить города? Чтобы мужчина взял пиложи. Оставить город как место работы. А деревню как место жительства. Где, как мы помним, все с вами прекрасно помним, общественные отношения не позволяли мужчине вести себя несоответственно, и женщине точно так же беречь себя, как женщину. К этому вдобавку, конечно, вы говорите о трагедии, трагедии, а сегодня это уже все статистика уже. Трагедия бывает в частном порядке, а когда настолько массово происходят эти грехи, это просто уже статистика стала какая-то. Это бедствие. Я не знаю. Я хотел это же слово сказать. Не статистика, это бедствие на самом деле. Это как одно заболевание, это просто заболевание, а когда его много, это уже эпидемия. Вот еще одна тема, забрасываю в умы. Тема ревность. Расширю понятие. Это не просто, как бы, чувство обладания каким-то объектом и нежелание делиться им с кем-то. Неправильно будет. Это жадность будет. Ревность. Посланник Аллаха, Мухаммад Мир ему сказал, «Будьте ревнивы, как жеребцы, ибо не ревнивы, только свиньи». Что это значит? Маленького мальчика воспитывают в том, что его мать, его сестра – это объекты его защиты. Он о них беспокоится, он о них заботится. Это мы еще можем встретить в традиционных обществах. Допустим, в татарских деревнях, на Кавказе – это еще есть. Те, которые еще не поглощены цивилизацией, да? Да, вот эти пошмодонийские мышцы, они поглощены, в которых нет такого изобилия средств массовой информации и нет любви к Сникерсу. Сникерс, ножки Буша, Макдональд. Мы поняли, что это все, что связано с общественным потреблением. Таким образом вырастает мужчина, который свою женщину… Что значит ревнует? Он ее оберегает, то есть он является единственным для нее поставщиком мирских благ и удовольствий. Единственным для нее распорядителем, самым умным, единственным умным мужчиной в мире и так далее. Он старается это завоевать, он старается себя развить. Мне на память приходят, по-моему, из «Войны и мира», когда все остальные мужчины, именно как Петр Кучер, помните, да? Сейчас так сложно сходу вас за садимся что-то ответить. То есть это вот рассказывание как раз в классике. Да, видите, вот когда такая, значит, вот эта ревность, ведь Бог тоже свою ревность показывает в наши сердца, помещая в Единобожие. Он не дает нам любить кого-то, поклоняться кому-то. Абсолютно верно, да, как пример, да. Это вот я речь веду о таком божественном чувстве. Да. И когда вот так будем воспитывать, они все-таки, мужчины-то, останутся. Отец Васильев, да, прошу прощения, две минуты у нас остается до конца передачи. А у меня тоже есть универсальный рецепт. Тоже в деревне? Хорошо, что есть рецепт пока еще. Вы знаете, он чуть-чуть более легко исполнимый, чем в деревню. Я думаю, что универсальным рецептом является воспитание в себе веры. Приходите в храм, приходите в церковь. Вот если вы не получили, даже не если, а не получив даже человек от отца подлинно мужского отцовского воспитания... Вот у меня отец умер, мне было 4 года. Для меня примером отцовства был, например, мой духовный отец, с которым я общался в храме. Для меня примером жизни мужчины было воззрение церкви на роль мужчины. И подлинно можно говорить о том, что именно религиозность семьи делает ее правильной. Восполняет все те недостатки, которые мы недополучили при своем воспитании. Неверующий, я даже так скажу, верующий мужчина, который, ну, подлинно православный человек, в очень-очень редких случаях будет похож на тот негативный идеал, который вот сегодня вы, Азиз Алиевич, нам показали. Для примера показали, да. Да, это мое глубокое убеждение. И многочисленные православные счастливые семьи, многодетные семьи, они являются для нас очень таким живым свидетельством. К слову говоря, сейчас вот у нас в Кировской области мне вот очень импонирует то, что очень много программ поддержки многодетных семей. Вот сам я тоже многодетный, вот сейчас недавно, сейчас пойду оформляться повторно на год. Понимаете, поздравления. Когда у вас недавно случилось пополнение? Да нет, года два назад уже. А, понятно. Вот. И... Просто правым своим воспользуйтесь, как многодетная семья. Да, и все возможности и государство уже, слава Богу, создает. Важно только немножко поправить свою голову, важно только немножко поправить свое отношение. Сделаться тем достойным, ну, настоящим мужчиной, на которого сможет опереться семья, и который своим примером, своей уверенностью, авторитетом воспитает своих детей, таких же настоящих мужчин. Увы, но нам пора завершать сегодняшнюю программу с Нерушимой. Нурислам Хаджи сказал о 8 марта. Ну что, мы будем говорить о женщинах? Как-то неудобно говорить без женщин, о женщинах или наоборот. А кто же им расскажет, какие они хорошие, кроме нас? Это с наших жен придется приглашать. Они же нашего мнения ждут. Они своих подружат. И вся их жизнь заострена на внимание мужчины. Хорошо, спасибо большое. Ну что, поздравим мужчин с наступающим праздником всех. С наступившим уже. Да? С наступившим, да. Сегодня 22-го. С наступившим, неважно, Азисалевич. Мы согласны. Мы согласны. Да, да, да. Поздравим всех. Присоединяемся, да. Всем здоровья, удачи. И чтобы вы, мужики, были настоящими мужчинами. Ну а через две недели в рамках этой программы мы снова здесь встретимся. До свидания. До свидания. До свидания. СОЮЗ НЕРУЖИМЫЙ